И снова здравствуйте, дорогие друзья! У нас мало-помалу приближается время старта второй сегодняшней игры на стадионе «Янтарь», что находится на северо-западе столицы, в районе под названием «Строгино». Забили они, долгое время ввели в сухую. Так, а здесь может и пробить сейчас! И вот такой удар наносит все-таки Носачев, подключившийся к этой атаке. Очень высоко поднял уже Шопин. Тут же вступил в отбор. Выцарапал его у Зиновьева. А вот здесь моменты. Первый, пожалуй, хороший момент. Шопин решил сыграть иначе. Здесь мяч немного поскакал на Кахедрика. Дальше здорово разыграно Воронов! Вот это шанс сейчас был у «Спартака», при этом заняв третье место по результативности. Уступили они лишь только «Зениту». Так, а здесь пенальти. Поговорим обо всем, что было раньше, потом. Камельков против Воронова. Удар Камелькова 1-0. «Спартак» на 19-й минуте выходит вперед в матче против «Строгино». Уверенная реализация 11-метрового, как это принято говорить, развел. Произошла там смена главного тренера. На смену Алексею Лунину пришел Александр Ульянов. Попытка дальнего удара Хедрика на месте Ворона. Вот только сейчас прибежал и Ньютин. Тут же Гапиев. Есть рядом Архипов. Федоров бьет прямо в руки Джураеву. Замельчили, как мне показалось. Камельков делает все, что захочет. Поляков бьет поворотом. Достаточно слабенький удар получает. Считы атаки и где-то пытаясь между этими как раз линиями открыться, освободиться. А вот такая попытка выстрела. Вот он и Добродицкий. Вот он и правый защитник подключился к атаке. Приложился и за пределы ждала Кура Поляков. Шоппин. Что дальше? Хедрик довел все-таки мяч до Шоппина. А вот удар совсем не получается у Дмитрия. Сам же Шоппин быстро вводит мяч. Выгрался с Поляковым. Полез дальше сам. Русаков ставит корпус. Сносит Шоппина. И... Что у нас? Предупреждение за симуляцию. Сейчас получит седьмой номер Спартака. Ну, судя по всему, да. Потому что... Когда арбитр уже циенаправленно шел в сторону футболиста Спартака, доставая предупреждение, Русаков не успокаивался. Ну, а второй пенальти в этом матче уж точно. Не нужен ворот Остроги. Но какой гол! Вот это выстрел! Вот это пушка! И это 2-0! Шикарнейший удар! И... Илья Воронов даже не дернулся! И вот снова, насколько спокойно Мельников доходит до чужой штрафной площади. Сейчас уже пошел открываться на позицию центрального нападающего. А здесь Камельков разобрался. И Воронов уже по хоккейному ногой отбивает. А дальше в крестовину, кажется, мяч прилетает. Ну, мог сейчас Спартак, по сути, поставить точку в этом матче. Постоянно вот эти его стандарты. Которые тоже не без тревоги для Острогино проходят. Вот, например, сейчас. Рыков. Поставил корпус, потащил мяч дальше. Поляков. Еще один удар дальний! Рикошет. Перекладина, поле. И все-таки, оказывается, мяч в сетке. Вот, не залетел он тогда, минуту назад. Зато залетел сейчас. Здесь, конечно, не без везений уже обошлось. Рикошет помог Спартаку и в матче UFL3. Вот и здесь. Пробил Поляков. Не то от Русакова. Что касается вот этой команды, 2007 года рождения, то она как раз была самой перетасовки. Которыми мы будем разбираться по ходу сезона. Подача Белокура очень низко пошла. Сацкока сразу наносит удар Житникова и Полякова. Ну и продолжает Спартак атаковать. Это еще один удар Житникова. Но если травмы не могли его заявить, в итоге вернулся он все-таки в состав. Подача в штрафную площадь и 4-0. И это снова Житников. Думаю, на место в старте в следующем туре Житников точно себе наиграл. Самая результативная ничья в истории. Завершилась которая со счетом 5-5. Вот так Кожура, кстати, у нас вошел в игру. Попал в штангу. Наверное, тренерский штаб. Возможно, радует даже больше. А сейчас Житников побежал хэт-трик забивать. Удар Житникова нет. Нога Воронова не в первый раз уже за сегодня встает на пути мяча. И не дает все-таки Даниилу оформить. Да. Это он. Это финальный свисток. Спартаковцы с победой. С победой красивой, убедительной, крупной, яркой. Очень хороший старт.